Женственность требует уважения к себе, к своим мыслям, к словам, к внешнему виду. Значение платья порой недооценивается, а ведь это верный способ проявить свое творчество, свои эмоции, свою индивидуальность. Платье от Светалина Пионова – это волшебный портал к выражению твоей женственности. Ссылка в описании. Свои 12 лет я была коровой. Этот выпуск посвящен художественной гимнастике, прекрасному виду спорта и тяжелейшему психологическому испытанию для неокрепшей детской психики. Попытаемся разобрать эту тему с очаровательными гостями. Чемпионка Европы по художественной гимнастике. Двукратная чемпионка мира. Участница Олимпийских игр в Афинах и Пекине. Уникальная спортсменка, выступавшая в один период времени в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Независимый международный тренер Наталья Гадынко. Одной из главных своих заслуг считает то, что не рехнулось после спорта. Мастер спорта международного класса. Чемпионка Украины по художественной гимнастике и абсолютная чемпионка мира по эстетической гимнастике. Суперфиналистка телевизионных проектов «Танцуют все» и «Танцы со звездами». Педагог в Open Art Studio. Счастливая жена Юрия и мама Ивана. Яна Заяц. Привет, друзья! Проект Art&Smart. Свеженький выпуск, тепленький, только с печечки. Сегодняшний гость – мой близкий друг, подруга. Я знаю ее с самого детства. Такое не всегда в программе бывает. И тем не менее, даже несмотря на то, что это мой друг, я буду задавать разные вопросы. Иногда, может быть, они не совсем удобные. Несмотря на то, что проект Art&Smart не о конфликтах, не о скандалах, но все равно через воспоминания, через общение и вычленение опыта, интересных историй, принципов мышления, мы стараемся понять, как человек пришел туда, где находится сейчас. Художественная гимнастка, танцовщица, просто прекрасная женщина, мама Яна Заяц. Бабушка, ты забыл сказать. Привет, Женя. Привет. Яна, я тебя представил, как я тебя чувствую, как я тебя знаю, как ты сама себя воспринимаешь, и как бы ты себя сама представила для зрителей, которые тебя видят в первый раз? На сегодняшний момент, наверное, танцовщица, красавица. Не знаю, я себя чувствую, наверное, сначала мамой, потом танцовщицей на сегодняшний день, и, наверное, потом каким-то учителем для своих детей. Как давно ты мама? Мама? Скоро три года Ваньке. Три года мама, два года я почти ничего не делала, а вот сейчас решила танцевать. Ну, так прям плотненько. На момент съемки интервью ты участница проекта «Танцы со звездами». Мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. А сначала я хотел бы задать следующий вопрос. Ты танцуешь не всю свою жизнь. Детство у тебя прошло в спорте, художественная гимнастика. Расскажи вот период времени до танцев. Как ты его сейчас вспоминаешь? С грустью, наверное. Поподробнее. Не то чтобы с грустью. Я, конечно же, очень рада. Ты же помнишь мое детство, так как мы воспитывались, скажем так, летом. Мы встречались всегда вместе. Кстати, я помню детство и вот тот летний лагерь, когда я еще заспанный шел на утреннюю разминку. Кто, кстати, утренняя зарядка? Кто был в летних лагерях, поставьте плюсик, потому что это реально самое для меня такое каторжное воспоминание, когда ты просыпаешься, и все выгоняют на зарядку. И в этот момент ты и твой отряд уже с пробежки с леса, уже после первой тренировки, купания, плавания, бежали на следующую тренировку. Да, да. И я такой, бедные дети. Ну, как бы детства у меня как такового не было. Были тренировки, были ранние подъемы, в голове, наверное, был только спорт. И не потому, что, наверное, я не хотела. Просто я родилась в спортивной семье. Ты тоже знаешь это? Мама художественная гимнастка, папа футболист. Нереально быть каким-то пекарем или, я не знаю, там, танцором, потому что я хотела стать танцовщицей. Вот, поэтому я была гимнасткой. И как в детстве мне казалось, мне это все нравилось. А вот, наверное, как оказалось, это уже в возрасте, когда я подросла, я поняла, что это было психологически очень сложное детство, которое, ну, на сегодняшний момент, наверное, я бы не хотела своему ребенку, потому что на сегодняшний момент я слежу за его какими-то психическими, скажем так, психическим ростом сейчас. И проявлениями, да? Да, например, нам сейчас 3 года, да, и начинаются какие-то проявления психи, да. Мы сразу же берем, что книги, звоним психологам, да. Раньше такого не было. Раньше наши родители громче крикнул, мама сверху тяпнула, и все, и закончили историю, никто ничего не хочет, знаешь. И тем самым, наверное, оно для меня было сложное. Что самое интересное, я недавно заметила, я половину не помню. Твой мозг, наверное, вообще решил это убрать? Он блокирует, да. Я была у психолога тоже. После того, как я родила Ваньку, были разные истории какие-то, послеродовые депрессии, да, что-то такое было во мне, я пошла к психологу, и какие-то вопросы, а я половину не помню. Потому что в такой степени это все закрыло внутри себя, что даже я людей не помню. Жень, кто-то сейчас, вот мне сегодня там звонят, кстати, с нашего города по каким-то билетам, где-то взяли мой номер телефона, мы с лагеря Дзержинец, там папа, а я не помню этих людей. Хотя они говорят, что вроде бы со мной очень хорошо общались. Ну вот как-то я все заблокировала. Ты говоришь, не хотела бы, чтобы твои дети повторяли, в твое детство, но, кстати, я думаю, что Ваня, сын, художественная гимнастика, ну это действительно было бы странновато. Нет, я говорю за большой спорт, наверное. За большой спорт. Потому что все же это был, у меня был большой спорт. Это был, да, это не был там Дерюгина, слава богу, но это был Днепропетровск, это суперкрутая школа художественной гимнастики, я до сих пор, если приезжаю, обязательно захожу к ним, помню мою мечту, я ее исполнила. Я хотела, когда вырасту, зайти возле зала, пройти с таким большим бургером, вот так вот есть, и чтобы мне никто ничего не сказал. Наташа, спасибо, что ты согласилась приехать на съемки, поговорить, пообщаться. Я бы хотел, чтобы это общение было полезно и тебе, и мне, и людям, которые нас смотрят. Потому что я думаю, что мы поговорим на актуальные, не только для тебя темы, но и вообще на актуальные темы для тех, кто нас смотрит. Я с тобой уже знаком, можно сказать, давно, около там 8-10 лет. Очень долго не виделись. Я за тобой в основном наблюдаю в социальных сетях и очень часто вижу, как ты выражаешь, не то, что недовольство, а выражаешь такие свои болезненные ощущения, связанные со своим прошлым опытом с художественной гимнастикой. Более того, я вообще знаком с многими гимнастками по роду своей деятельности, и я заметил, что ты не одна такая, у которой были сложности в спортивный период. Я решил покопаться, не знаю, проблема это не проблема, в этом вопросе. Да, да, мне интересно разобрать этот вопрос, делать даже можно такое исследование, пообщаться с девочками после спорта, скажем так. Почему сейчас вот я наблюдаю то, что наблюдаю, почему ты чаще, может быть, говоришь, чем раньше о том, что в прошлом было тяжело, что что-то поломалось из-за спорта. Давай вот разберем эту, эту проблему, или этот вопрос глубже. Когда мне уже было 26 лет, и я вышла из спортзала, скажем так, я поняла о том, что я вообще не развита, ни в чем. Мой мозг не умел думать, вот просто ни о чем, кроме там гимнастики, предметов и поездок на соревнования. Это было очень страшно. И чем старше я становилась, я получала опыт вне зала, и мой мозг начал думать, размышлять, и понимать, что со мной происходило. Потому что еще в 26 лет я не понимала, где я, и что со мной было. 26 лет, это ты окончила свою спортивную карьеру? Первый раз или второй? Второй раз, уже окончательно. Потому что, когда я ушла в 24, такое все сумбурное было, и потом второй уход в 26, он оказался еще сильнее, чем первый, и это была двойная такая травма, травматизм такой двойной, было очень сложно было. И вот постепенно, когда я начала развиваться, и мой мозг начал думать, я окунулась в прошлое. И я не понимаю, почему нельзя было совмещать школу и гимнастику, хотя бы частично. И сейчас это продолжается, потому что есть девочки, с которыми я общаюсь, которые сейчас в сборной, я говорю, в школу ходите? Она говорит, нет. Я говорю, ну ладно, в наше время так было, сейчас дети другие, они больше успевают, у них как-то больше возможностей. В последний раз нормально в школу я ходила, это был шестой класс. После этого я перешла в спортинтернат, и тогда мы в школу вообще не ходили. Мы ходили на первый звонок и на последний звонок. И дома я не училась, потому что не было времени, не было возможности, хотя можно было все подстроить. и мы в зале находились около 8 часов, и из них мы могли часа 3, наверное, просто отбывать в зале. Мы могли просто стоять, прятаться по углам, разговаривать. А если бы правильно было распланировано время, что сейчас у нас идет тренировка, после тренировки у вас четкий отдых, за этот промежуток времени, когда вы отдыхаете, если у нас 2 часа, мы хотя бы могли напрягать свой мозг, нас могли чему-то учить. Уже после спортивной карьеры я разговаривала по надобности, не моей, с Дирюгиной, и я ей предлагала такие моменты, я говорю, почему дети не знают английского языка, они до сих пор никто его не знают. Но если некоторые девочки знают, которые только пришли, им там 13 лет, и они в школе учили, то может быть чуть-чуть. Я говорю, не надо за них платить, дети сдадут там по 50-100 гривен, и хотя бы 2 раза в неделю будет приходить учитель в спортзал, и они будут заниматься. Раз. Почему дети до сих пор не умеют делать мейкап на соревнованиях? Я как не посмотрю, у всех черные пятна на глазах, но это же не 90-е годы, мы уже на 30 лет впереди. Можно очень красиво мейкап делать, объяснить девочкам, что им пойдет, какая кисточка для чего, это же элементарно, им пригодится это в жизни, это пригодится на соревнованиях, это творчески, ты можешь развиваться, какая косметика тебе подойдет, но это элементарная вещь. Этого тоже нету. Потом мы разговаривали еще по каким-то моментам, и она говорит, ну это все сложно, ну да, да, и в конечном итоге ничего этого нету. Я с девочками тоже разговариваю, которые мне пишут, это меня вообще просто убило, я какой-то элемент выставляла в инстаграме, и девочка мне, которая в сборной сейчас, она говорит, я столько раз это пробовала, я не знаю, как это сделать, ну у меня не получается. Ну, я ей ответила, ну попроси Дерюгину, пускай тебя научит. Ну она в сборной находится, мне девчонки говорят, ну мои близкие друзья, говорят, ну что ты так грубо ответила. Ну я говорю, я не грубо, но я чуть-чуть так уколола. Ну и потом говорю, ну смотри, я ей словесно объяснила, что куда там должна быть ножка, куда сделать речи, и куда повернуться, и потом она уже у себя в сторис выставляет, меня отвечает и говорит, спасибо, это конечно было очень приятно, но меня шокировало, что ее этому не могут научить. То есть даже прямым каким-то навыкам не обучают, не говоря о том, что параллельно какое-то образование в спортзале не предусмотрено? Ничего нет, во-первых, многие говорят, что невозможно совмещать типа спорт и учебу. Понятно, что чем-то ты жертвуешь, но элементарными вещами, хотя бы чтобы дети знали английский, они приезжают на соревнования, у них берут интервью, и они отвечают на английском, ну как бы если бы я была тренером, я бы гордилась за своих детей, что они могут ответить. Как нужно выглядеть на банкете, ну хотя бы примерное, какой-то стилист, чтобы был, ну не надо бежать за модой, но вот чтобы девочки подчеркнуть, там были бы в платьицах, или какой-то там брючный костюм, ну или как-то более модное, это всему можно научить, и это не так сложно, то есть тем вещам, которые реально пригождаются даже в художественной гимнастике. Да, 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 и в жизни этого ничего нет, то же самое можно было им сделать урок рисования, урок музыки, вот у меня с музыкой вообще просто проблема, когда я начала чуть-чуть танцевать, и я попробовала, контент вообще мне очень сложно, потому что я деревянная, почему я еще всегда говорю, что я за танцы, и для меня танцы это, это настолько творческий момент, и он развивает твое тело от волоска на твоей голове до, не знаю, ноготочка на ноге, все двигается, все дышит, в гимнастике этого нет, ты просто робот, у тебя все деревянно, и когда мне сказали, расслабь руку, но внутри напряги, я говорю, как я так не могу, этому надо учиться, это сложно, это не 5 лет, это около 10 и больше лет, чтобы понять это. Тебя в сборную не брали, ты говорила, из-за роста, из-за того, что ты молодежишь. Да, меня в сборную именно не брали, там у нас всегда были высокие, Бессонов, Ерофеева, меня даже не могли взять в сборную по, господи, групповое упражнение, потому что все, ну капец, я всем вот так по плечу вообще, но всегда всем нравилось, Альбине Николаевне всегда нравилось, когда я выступала, я такая маленькая, такая вся, ну, наверное, хорошо, что не взяли, потому что у меня Днепропетровского максимально хватило. А какие у тебя достижения вообще в спорте в Днепропетровске? Блин, ну, я выполнила мастера спорта по художественной гимнастике, потому что дальше это только или групповые, или личница. Меня когда-то приглашали в Россию, это я очень хорошо знаю, мне мама рассказывала, Виннер ей предложила, чтобы меня взяли в сборную, потому что Виннер любила таких маленьких, загибучих, и я знаю, что Альбина Николаевна запретила, она сказала, что нет. Я лично, как хореограф, сотрудничал с разными гимнастками, потом танцующими, мне интересно наблюдать, что у некоторых из них наблюдаются какие-то комплексы, которые психологические, которые мешают потом развить в себе личность, принятие, любовь к себе и так далее. А как ты считаешь, почему это происходит в художественной гимнастике и как с этим вообще бороться? Есть ли пути решения этой проблемы? Мне кажется, есть пути решения, если начнут делать какие-то семинары. Не семинары по художественной гимнастике, о новых правилах, а семинары о том, как нужно развивать детей. Семинары для педагогов, ты имеешь в виду? Для тренеров? Да, для тренеров, которые должны развивать детей, как правильно они должны развивать, как они должны общаться. Но я очень хорошо помню, что в свои 12 лет я была коровой. Я была, не знаю, ну, кем угодно, но не нормальным ребенком. Я даже помню, что я была, по-моему, конечно, не буду сочинять, но, по-моему, мы что-то там где-то шли, проститутка я даже была в 13 лет. Это тебя так называли, тренеры? Ну, да, да. У нас это было, разные были названия, это было очень жестко и я не виню ни в коем случае сейчас тренеров, ну, потому что на самом деле во мне очень много сейчас отложилось этого всего. И у меня сейчас есть проект детки, да, мои малые. Я, конечно же, их не обзываю, но вот эта жесткость, которая с детства она втолкнута во мне вся, ну, меня, наверное, останавливает только Юра, это мой муж, потому что он иногда, я, ну, спокойно, спокойно. То есть, когда в работе у тебя проявляется вот эта программа, да, которая... Да, это программа, которая с детства, она такая, это как бы нормально, знаешь, это... И у нас, я думаю, это вообще это нормальная тема так общаться с детьми. Ты имеешь в виду наш менталитет вообще? Мне кажется, не наш менталитет, мне кажется, мне кажется, Россия, Украина, наверное, русскоговорящие какие-то страны, вот там как-то... Потому что я знаю в Германии, ни в коем случае, типа там, Америка, Испания, там как-то все лайтик. Ну, потому что там сразу можно подать в суд, и дети подают в суд, и есть горячие линии, что там только если рукоприкладство но сейчас тоже, ты знаешь, родители поменялись. Сейчас тем самым, что там родители общаются с психологами, родители иногда могут прийти и сказать, а там вы повысили на моего ребенка голос. Это где-то тоже плюсик, но это должно быть, знаешь, как-то правильно. Если там, мы педагоги, к детям там, проходим семинары, выслушиваем, как это должно быть, а родители со своей стороны там тоже адекватны, тогда это все можно сделать очень красиво, тогда наши дети будут счастливы. Но мне кажется, там, где большой спорт, счастья нет. Ну, это может быть счастье, когда ты стоишь на Олимпиаде и держишь Олимпийскую медаль, вот оно счастье. Но ты 16 лет супер валил, вот это счастье, оно заканчивается, и ты чуть-чуть неуравновешенный, чуть-чуть так подергиваешься, чуть-чуть у тебя там есть какая-то маленькая машинка, маленькая квартирка, но ты неуверенный в себе человек. А платят, да, за призовые места? Да, да, да. Ну, как бы я... Или за участие тоже? Нет, нет, за призовые места, ну, я просто была на таких турнирчиках, на которых там какую-то мелочь платили, это там уже наши, которые суперсильные гимнастки там получали, да. Но я слышала, что даже тренера забирали, но это не у нас, у нас ничего не забирали, у нас было все хорошо, я думаю, что тебе другие расскажут, но не считаю, что это ок. Мне вот интересно, все-таки, знаешь, как найти баланс? Если не орать и не прессовать, то, возможно, не будет результатов, да. Я видел, вот знаешь, видео в Китае, как там работают с этими детьми, что там, ну, просто как палки гнут, там вообще они плачут, все, там никаких чувств. И они все делают с детства уже, ну, просто китайцы, можно там видео посмотреть в интернете. У нас тоже школа сильная гимнастическая, у нас в России, вот где найти этот баланс? То есть стремиться к результату таким методом или все-таки найти психологические какие-то подходы, новые методики преподавания, тренерства, чтобы людей не ломать потом? Ты знаешь, мне кажется, что уже начинают некоторые тренера, даже взрослые тренера начинают об этом задумываться. Я не понимаю, правда, ну, не делаются никакие семинары для общего, да, потому что каждый тренер, это если там, знаешь, он понимает в своей голове, он дорос до этого, он идет и сам там куда-то идет на какие-то семинары. А не делаются семинары для всех судей. Я просто знаю, потому что мама у меня до сих пор в спорте. И я знаю, что там раз в полгода или раз в год делается семинар по новым правилам, да, которые придумали, они это разбирают. Вот если бы там еще разбирали отношения тренеров к детям, ну и, конечно же, вообще и с детьми тоже очень классно, потому что все же вот мы в студии пытаемся максимально деткам давать иногда какие-то семинары, приглашать кого-то, чтобы с ними тоже поговорили, как и о их переходном возрасте, знаешь. Смотри, ты можешь сказать вот в процентном соотношении, сколько гимнастика дает добра, а сколько она забирает? Вот ты можешь так приблизительно взвесить? Блин, ну мама обидится. Она у меня все же еще тренер пока. Ну, скажу так, я сейчас на проекте, наверное, все то, что касается художественной гимнастики, ни у кого такого нет. То есть это максимально мне сейчас помогает. То есть каждый мой номер, знаешь, я уже прям читаю очень много комментариев, которые очень пишут, что меня прозвали как ноги, там, второго проекта вообще. Но это очень прикольно, потому что все же эти ноги дала художественная гимнастика. Вот. Но чисто психологическая история, наверное, я ее почувствовала, я тебе скажу, наверное, ближе к 28 годам, знаешь, потому что ты пока закончил гимнастику, быстро начал учиться, быстро там у тебя танцы, ба-бам-бам. И в какой-то момент ты только потом начинаешь понимать, что где-то ты не уверен в себе, где-то у тебя ты не можешь перешагнуть, где-то ты, ну, какие-то страхи такие очень странные для меня начали открываться. И тем самым это то, что где-то забито было в детстве, где-то, ну, заставлено, я не знаю, как это объяснить. Но я думаю, что процентов 30 гимнастика дает что-то хорошее. Это красивые ноги, стопы. Что касается физического, эстетического состояния. Да, это то, что я могу посоветовать каждым мамам. У меня, когда мамы спрашивают, с чего начать, вот ребенок маленький, я всегда говорю только с художественной гимнастики. И до, я думаю, 9-10 лет это прям очень идеально, потому что ваш ребенок прям красивый-красивый. Он вытягивается, у него все становится красивое. А потом можно забирать ребенка. Но потом у некоторых мам, если бы, я уверена, что если у меня будет в будущем дочь, я ее даже не поведу изначально на гимнастику. Потому что я уверена, что она будет суперкрутая. И потом я со своим характером, я просто ее не заберу. Ну, я захочу, а давай! Ну, да, да, мне нравится, ну, как бы я, если я вижу потенциал, если я вижу, я буду максимально помогать. Но тем самым я понимаю, что максимально гробить. Расскажи, с чем ты конкретно столкнулась, вот, когда ты вышла из спорта первый и второй раз. Вот, что конкретно, какие преодолевала на своем пути вот эти преграды? И чему ты обучалась, вот, после ухода? Ну, в первую очередь, был такой страх, что я ничего не знаю. Я не знаю, как общаться с людьми. У меня был абонемент в спортзал напротив дома. Я пару месяцев настраивала, чтобы туда пойти. Потому что я не знала, ну, это же что-то другое. Как же ж я, ну, что я там скажу? Ну, как не знала, ты же с людьми виделась? Какими людьми? Только которые были в зале? Это был страх именно внутренний, что это люди не связаны со спортом, да? Да, ну, как мне найти? Тем более, меня кто-то знал, ну, как бы. И сразу же относится к тебе по-другому. Ну, ты там выступала, защищала честь Украины, ты звезда, скажем так. А что звезда? Она чуть даже двух слов связать не может. И мне было очень страшно прийти в этот спортзал. Я понимала, что я просто подхожу на рецепшн и спрашиваю, ну, где тут раздевалка, еще что-то. Я настраивалась очень-очень много раз, и меня же вот так вот трясло. А как ты думаешь, из-за чего это? Из-за того, что там на тебя кричали в спортзале, и у тебя не было уверенности, что ты можешь с любыми людьми общаться на равных? Или из-за чего? Мне просто интересно самому понять, почему такая боязнь была. Ни с кем не было общения, вообще ни с кем. Чисто вот социального контакта, да, понимания, как взаимодействовать. Потому что даже нас не учили, как давать интервью, да, мы идем, я помню свое самое первое интервью, это, по-моему, 2001 год, был после чемпионата мира, и меня вот так трясло, что я буду говорить, если меня спросят. Это тоже должно быть в базе подготовки спортсмена. Как он должен разговаривать, что он должен говорить. А скажи, какое взаимоотношение было с тренерами, и что ты можешь рассказать о том, как тренера взаимодействуют с детьми? Ну, во-первых, нету, не было никогда индивидуального подхода. Вот всех под одну гребенку, как говорят. Практически никогда никого не хвалили и не говорили, что ты сможешь, ты лучше всех, ты всем докажешь. Вот, потому что потом по жизни я столкнулась с теми моментами, что люди друг другу помогают, и вообще среди людей, и на любых курсах, наоборот, тебя мотивируют. Ты сможешь, ты сможешь, у тебя все получится, не сейчас, но потом все, ну, там все говорилось наоборот. Вот, во-первых, если едешь на соревнования, и тебя запугивали, что если ты не выступишь, если все не будет там хорошо, мы тебя выгоним, мы лишим тебя все звания в университете, если ты уже поступил, тебя туда выгонят, отчислят, ты никогда не поступишь, ты никогда не найдешь работу, и ты вообще никому не нужен. И это настолько запугивалось, при том, что мозг же тогда не был развит, он ничего не знал, он только слушал, принимал, 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 принимал. А как ты думаешь, почему так? Почему именно только кнутом? Ну, вообще же известный поговорка кнутом и пряником. Похвали, наругай, похвали, хоть в балансе держи и достигай. Почему именно в женском, в таком красивом виде спорта, вот такое жесткое отношение тренеров? И обзывательство, я знаю, и насчет веса очень жестко. Да, да, унижение, унижение. Вот самое страшное, что идут унижения детей, которым там 12-14 лет, но мы еще тогда дети. Это сейчас, если обычный ребенок, который растет не в такой спортивной семье, не занимается большим спортом, 14 лет, а другое. У нас 14 лет, это было как уже 18 лет, у обычных детей. И никогда не было вот этого тепла, я не знаю, была вот эта жесткость. Сейчас я понимаю, что просто люди не развиваются. Люди не хотят тренеры, они не хотят меняться, они не хотят видеть тренировочный процесс по-другому. Они считают, что именно так должно быть. Возможно, это было так в 90-х годах, но читая большое количество литературы, работая с детьми так же, можно по-другому. А нет никаких курсов повышения квалификации у тренеров, чтобы они обновляли вот эти программы свои, которые, ну хотя бы психологически, как работать с детьми, как нужно с мальчиками, как с девочками. Ну это же уже, по-моему... Еще и какой возраст должен быть, в каждом возрасте все же по-разному. Но, во-первых, у нас есть только одна школа, это Дерюгины. И, в первую очередь, это им нужен психолог, и чтобы они повышали свою квалификацию. Там ничего не изменится, пока у власти будут одни и те же люди, потому что развиваться гимнастике они не дают. Сейчас какие результаты, извини, я так параллельно буду исправить? За десяткой. За десяткой. То есть сказать, что схема работает по-прежнему нельзя? Нельзя сказать. Они говорят, что, ну или у нас просто такой, у нас все хорошо, она всегда говорит или наговаривает на Россию, которая первая, что вот они плохие, 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 все плохие, мы только хорошие, но результата нет. Если взять девочку с Америки, она обходит в десятку, она учится в Оксфорде, она играет замечательно на скрипке, она участвует в рекламном бизнесе, где зарабатывает деньги и делает будущее себе финансовое на будущую свою жизнь. И вот сказать, я хотел спросить, ты много путешествуешь, ждешь мастер-классы за границей, скажи, что тебя больше всего впечатлило в школах по художественной гимнастике других стран, ну другие школы, другие основы? Есть какие-то такие методики или подходы, которые реально ты прям удивилась и, блин, ну вот это надо нам такое внедрить и тогда заработать? К сожалению, в художественной гимнастике практически отношения везде одинаковые, где больше, где меньше, и я часто сталкиваюсь с тем, что вот сейчас я была в Чили, я разговаривала с девочкой, она сама с Аргентины, и она уже закончила большой спорт, и она не общается со своим тренером, с которым она шла по карьерной лестнице. Я говорю, ну в чем проблема интересная, потому что я по танцам разговариваю, мне как у вас, и она говорит, она меня унижала, она меня била, она, когда мы выступали, было две девочки, они были на уровне, одна девочка была ее любимица, а она нет. И когда она выиграла у той девочки, ее тренер подошел к судье и сказал, такого не может быть. И вот такие вот моменты, они проскакивают везде, почему-то в гимнастике, я не могу понять, я спрашиваю у всех педагогов по танцам, именно педагогов, у родителей, которые отходят туда детей, и у самих детей. Он говорит, нет, нас никто не обзывает, что мы дуры, извините меня, что мы шлендры и так далее. Чтоб у зрителей не сложилось неправильное мнение, лично я не пытаюсь опорочить этот красивенный вид спорта, просто действительно я заметил такую проблему, что у многих гимнасток какие-то в жизни складываются психологические сложности, трудности, не назову, может быть, проблемы, но это сложности. Мне интересно это разбирать с девушками, которые уже после спорта с этим столкнулись. Поэтому закрываем эту тему, все-таки мы на хорошей ноте закончили, что дает этот вид спорта красоту, эстетику, красивые ноги, это уже чего-то стоит. Первый твой опыт в танцах. Ты всегда мечтала, я помню, как ты в лагере подходила к нашему отряду танцовщиков, и ты прям рядом, там, а я и так могу, и так, и движение, и растяжка. Расскажи твой первый опыт, как танцовщица. Слушай, ну я всегда хотела танцевать, и я помню, когда я приехала в Киев, я вот не помню, как это было, но я позвонила Максу Пасюку и говорю, Макс, хочу танцевать. И он то ли через день мне позвонил, говорит, давай на кастинг Джосс, все, он как раз работал у Тани Денисовой. Говорит, а у меня ничего нет, он говорит, да, пофига, Денис, все, что угодно. И я у кого-то одолжила джазовки, у кого-то там что-то одела, и приехала, я помню, на кастинг, и первое удивление, конечно, которое я словила, это типа раздевалка, а в раздевалке переодеваются и мальчики, и девочки. Ну, это был для меня первый шок, потому что, ну, раздеться я-то смогла. Ну, я переоделась себе, зашла. А вот одеться? Да, а вот одеться, потом это была супер жесть для меня, с меня ржало потом все мое общежитие. Я зашла, я показала Тане без предмета, ну, что я еще могу показать, в джазовках, правда. Она сначала ничего не ответила, потому что она меня посмотрела, такая, типа, сказала, хорошо, вот. И там через дня три, по-моему, через сколько они меня набрали, и Макс говорит, да, класс, супер вообще. И, ну, я, наверное, была, не знаю, на седьмом небе отчасти, я просто помню. А это был первый курс университета. Это ты была в Инфизе? Да, я поступила в университет. Ты закончила, кстати, его? Да. Закончила образование? Да, да, тренер-выкладач. Но хочу еще хореографа. Ты танцевала в шоу-балете Тины Кароль, Дель Сарт. Да, сначала, да. Сначала у Венисовой. Сначала Джей Би, да, Венисова, потом Тина Кароль, а потом уже 95-й квартал, и понеслись все артисты, которые были вообще. Ты участница проекта «Танцуют все два», «Танцуют все шесть», «Танцы со звездами». Да. Скажи, что тебе, о, нет, не буду этот вопрос задавать, что тебе дал проект, да, не надо. По-моему, и так понятно, что это хороший такой импульс для развития как танцовщицы. Давай так, я спрошу. На момент записи интервью ты участница проекта «Танцы со звездами», но когда интервью выйдет, проект уже закончится. Давай мы представим... Что я победила? Что ты победила вместе с Ираклием Макацария. Давай. Что для тебя победа в проекте «Танцы со звездами»? Ну, это, наверное, как это сказать правильно, это, наверное, победа над собой. Ну, для меня вообще тем самым, что я пошла на проект «Танцы со звездами», это победа над собой. Потому что я не просто так говорила, что после родов у меня какая-то была такая, типа, депрессия, что я такая подзакрылась. Да, у меня был Ваня, у меня была работа, и я не видела, знаешь, я так перестала как-то широко дышать, как я дышала раньше, кайфовать. У меня самая лучшая семья, самый лучший муж. Но это все, знаешь, такое, я себя почему-то вот круг какой-то себе представила, и дальше него не выходило. И проект «Танцы» это для меня как шаг вообще через себя и шаг в какое-то будущее. И вот мне кажется, это я победа над собой. И для Ираклия, я уверена, это точно так же. У нас просто есть с ним одна и та же история, что я же на «Танцы со звездами» заняла второе место. Да. А он в проекте «Холостяк» занял второе место, да? Нет, а он на «Танцы со звездами» тоже занял второе место. На «Танцы со звездами» в Грузии. В Грузии, да. Второе место. Да, и для нас это такая как типа... Супер-челлендж. Да, одна такая вот прям мечта, чтобы быть первыми. И не для того, чтобы, наверное, всем доказать, а доказать самим себе. И он себе, и я себе, что вот, мы победили над собой, и это... Ну и мне кажется, это для меня какой-то такой шаг в будущее. То есть на что-то вот дальнейшее. Как ты считаешь, девушка, которая занимается творческой профессией, танцовщица, вокалистка, режиссер и так далее, какой ее путь? Она должна всю жизнь этим заниматься или все-таки, становясь там женой, мамой, приоритеты меняются? Ну, по крайней мере, у тебя. У тебя это все отходит на второй план или все-таки амбиции такие же, как и до рождения сына? Слушай, ну я когда родила, ну я себе, во-первых, не представляла, что я буду такой мамой, которая будет сидеть дома и воспитывать. Нет, потому что я родила, я до родов, я ездила, прям у нас там последний у меня срок, я с ребятами ездила в Москву на поезде, мне все рассказывали, что растрясется. Я говорю, слушайте, у вас растрясется, у меня вообще все будет четко. Ну я родила почти так, как я хотела, я хотела 7 января, я родила 10, правда роды были суперсложные, но мы это все сделали вместе с мужем и я уже где-то через 3 месяца, я уже начала что-то узнавать. А где? А что? Но все равно я же тебе говорю, это был такой кружочек маленький и вот сейчас, когда я на танцах, да, я, конечно же, сейчас вижу очень мало своего сына, потому что, ну слишком большой график, но я растую, я кайфую. Я понимаю, что тем самым, когда мы, женщины, развиваемся и мы чувствуем себя нужными, мне кажется, это самое главное. Реализованными, да? Да, вот это вот, да, для меня важна была реализация именно себя, то есть понятно, что у нас есть там и студия, и Open Kids, и сейчас я делаю там проект Детки, но это все не я, это я, продюсер, да, это как бы, знаешь, очень интересно. Юра говорит, что я директор вообще везде и всех, но я не реализовываю себя, а сейчас я реализовываю себя, и я чувствую себя там, ну типа я летаю, потому что внутри меня я такая очень уверенная в себе, тем самым я делюсь вокруг со всеми этим, тем самым мой сын получает уверенную в себе маму, а не какую-то зажатую, знаешь, после родов не может раскрыться. Ну, короче, мне кажется, все дышат, и я дышу широко. То есть, если все это резюмировать, я попробую через себя пропустить и сейчас делать выводы, что женщина, несмотря на то, что она становится мамой, женой, все равно нужен выход вот этого творческого потенциала. Обязательно. И реализации творческой в жизни как индивидуума. Чтобы не уходить полностью с головой вот это воспитание, блык там все. Ты знаешь, я не знаю, мне кажется, что может быть кто-то и кайфует, понимаешь, может быть, ну вот у тебя Катюня, да, я ей восхищаюсь, я смотрю, как это трое детей, Катя, и постоянно в бегах, еще при этом, она что, успевает, девочки? Ну, мне кажется... Тем не менее, она успевает реализовываться. Она успевает, да, но я уверена, что Катюха хотела бы быть со мной сейчас в танцах, это я сто процентов уверена, потому что мы с ней переписывались, она сказала, Янка, я бы, ну куда этих троих, понимаешь? Ну, то есть, я уверена, если бы она пошла в танцы, это еще больше был бы рост для нее самой. Скажи, пожалуйста, несколько пожеланий тем девочкам, которые начинают только свой творческий путь и как художественные гимнастки, и как танцовщицы. Вот может быть несколько советов, таких пожеланий, чего нужно опасаться, на что не нужно обращать внимание, о чем нужно думать, когда ты этим занимаешься, ну вот нашим подписчицам. Но мне кажется, самое главное, нужно верить в себя, чувствовать, что тебе хочется самой, вот это самое важное. Не то, что хочет сейчас наша мама современная, наши папы, которые начитались, да, сейчас излишества интернета и всего, сейчас на своих детей одевают то, что родители не успели когда-то, знаешь, сделать в своем детстве. Поэтому верьте в себя, делайте то, что именно вам хочется, и не слушайте никого, кто вам говорит, что вы идете неправильно. Давай, чтобы наше общение было объективным, мы сейчас разобрали такие проблемные стороны художественной гимнастики, давай парочку позитивных моментов, если они есть, конечно. Лично твои, лично твои ощущения, ты вообще меняла бы что-то, если вот возвращаясь в прошлое и могла, имела возможность что-то изменить, поменяла бы, или ты благодарна вот за этот опыт, за то, кем ты все-таки являешься, за свою популярность в этой сфере, за способности свои и так далее. Или все-таки ты бы пошла на танцы, и вообще гимнастика это зло, и хватит про нее говорить. Я бы ничего не меняла, потому что, возможно, так должно было случиться. И если бы этого не случилось, то я бы никогда не сделала анализ, который произошел, и я бы никогда не стала той, которая есть на сегодняшний день, и полностью поменялась, и поменяла свой взгляд. Но осталось, опять-таки, это непонимание, почему было такое отношение, что можно было по-другому, я бы дольше тренировалась, я бы лучше тренировалась, я бы легче перешла со спорта в нормальную жизнь. И вот это надо было поменять. И когда девочка взрослеет, не угнетать ее пессимизмом, а наоборот давать, вот я тебе помогу после спорта, давай вот, и она могла мне и квартиру сделать, она мне обещала, она мне и не сделала. Хотя я была там с ней около 13 лет, а девочка, которая еще тогда не стала чемпионкой мира, она ей сделала трехкомнатную квартиру на Абалоне. Ну, она могла сделать, тем более, это же не та девочка десятая в сборной, да, она могла найти спонсоров. Это вот за победы, да, иногда награждает? Но только, только на Олимпиаде, а Дерюгина это сделала просто, она любила эту девочку очень, и понятное дело, она еще очень такая несправедливость была отношения, вот кого она любит, кого она не любит. Она даже вот девочке приносила вещи, да, мы все смотрели, а там такие вещи типа с Америки, Блохинат носила, к примеру, и привезли нам, да, и это было cool, у нас такого не найти, вот как H&M у нас сейчас открылся, вот все вот, такой стильненько все, а, побежали, и это все было ей, и ты смотришь даже вот детским взглядом, да, почему, ну, значит, я буду тренироваться, чтобы быть вот тоже такой хорошей, чтобы мне давалось, но тебе ничего не давалось. Но машину тебе за участие? Машину нам подарили на Кубке Дерюгиной в 2007-м, тогда с Бессоновой, и то она тогда тоже сказала, что будет одна машина, и кто будет лучше, тот и победит, но понятное дело, что победит Бессонова, потому что это первый номер, а ты уже, ты понимаешь, что у меня ничего не будет, и что я буду стараться, зачем оно мне надо. А если бы она сказала, что я постаралась именно для тебя, чтобы у тебя тоже была машина, и я хочу, чтобы ты, ну, оценила мой вклад, ну, вот такой вот подход, да, а не тот, кто станет лучше, и ты понимаешь, что... Но она же могла сделать, замотивировать меня в том, что я там горжусь, как ты там держишься до сих пор, что ты тренируешься, я хочу, чтобы ты там дотянула до Олимпийских игр, и это вот будет тебе подарок. Ну, вот мотивационным таким моментом. Тебе хотелось, возможно, просто какой-то, да, такой поддержки от учителя, одобрения. Да. То есть тебе не хватало, видимо, даже оно как родительского. Любви. Любви не хватало? Да. Это, ну, как получается, мой жизненный анализ, и я понимаю, что, да. Хорошо. Тогда немножечко эту тему мы проезжаем, в принципе, чтобы в этом всем разобраться, конечно, и не хватит не только этого времени, но и вообще над этим работать нужно много. Ну, мне было интересно послушать твое мнение и твои ощущения. Давай перейдем все-таки, мы остановились на теме любви, и ты говорила, что дальше ты хочешь двигаться в роли жены, матери, и вот сейчас твои мысли и твои цели направлены в эту сторону. Не складывается. Не складывается. Твой анализ. Почему? Это связано, опять-таки, с теми комплексами, которые были в гимнастике? Сейчас пудрить яйцо. Не знаешь. Ну, у тебя, у тебя были отношения, несколько раз, и я смотрел некоторые интервью, ты говорила, что даже один человек, ты сказал, так спас тебя. Наташа, в одном из интервью я услышал, как ты говорила о любви, о мужчинах, и я услышал там целый перечень, целый перечень качеств, которыми должен обладать идеальный незнакомец, которого бы ты хотела встретить. Как ты думаешь, может быть, эти качества ограничивают, наоборот, поле выбора среди мужского населения планеты? Может быть, ты сама себя вот этими рамочками ограждаешь от потенциально интересных мужчин? Давай вообще поговорим на тему мужчины и на тему любви. Ну, нет, потому что я уже состоялась как женщина, я изменилась, я, мне кажется, уже в этом году могу сказать точно, что я избавилась от всех страхов и каких-то комплексов своих. И я, наверное, уже готова, потому что, будучи еще три года назад в отношениях, которые закончились, тот человек, который меня, как я говорю, спас, да, он помог мне увидеть мир позитивными глазами. В первую очередь он научил меня любить себя. Ну, как это вообще? Потому что в спорте, наоборот, ты не должен себя любить, ну, как-то совсем другой. Человек нашел, первый мужчина, который нашел ко мне подход, и чтобы я, скажем, ну, может быть, это грубо прозвучит, подчинилась ему, да, он объяснял, почему это хорошо, и приводил примеры, почему это плохо, и что оно за собой ведет. Я думаю, боже, так в этом возможно, так могут разговаривать, ну, потому что до этого ничего не встречалось. И он просто меня эмоционально и психологически уравновесил, помог мне стать другой, я поняла, что бывает по-другому, это нормально, и нормально себя любить, а что значит себя любить, это не то, что лежать на кровати, есть гамбургеры и чизбургеры, ты должен заботиться о своем теле, ты должен развиваться. Ты должен читать книги, ты должен общаться с позитивными людьми, если у тебя рядом люди, которые все время в негативе, в негативе, он говорит, уходи от них, они тебе не нужны. Давай упражнение, сделаем упражнение одно. Представь себя сейчас через 10 лет, и тебе нужно будет с будущего написать себе короткое письмо в настоящее, что ты себе напишешь. Вот просто представь себя через 10 лет, и представь, что ты оборачиваешься, видишь себя сейчас, сидящий на этом белом диване, общающийся со мной, и тебе приходит сейчас сообщение из будущего, такое короткое, давай одно предложение от себя же самой. Расслабься, не заморачивайся, не бери все так близко к сердцу, просто живи, наслаждайся. Я тебе это желаю, и от себя, спасибо за общение, и я надеюсь, что ты расслабишься, ты не будешь заморачиваться, и все твои желания и мечты осуществятся. Аминь. Ребята, спасибо, что посмотрели этот выпуск, ставьте свой творческий лайк по традиции, пишите вопрос Яне, и вы получите книг. Кстати, какую книгу? Ты знаешь, у меня с детства мои любимые сказки Ганс Кристиан Андерсон, и там вот все-все-все будут сказочки. Ты распишешься на этой книжечке, и мы разыграем за самый интересный вопрос тебе. Класс, давай, хорошо. Хорошо, задавайте Яне самый интересный вопрос, мы разыграем сказки Ганса Кристиана Андерсона, и подарим подписчику, который задаст наиболее интересный вопрос. И, Жень, тебе такой подарочек, смотри. Тышшш! Спасибо. Всем пока!